Сразу говорю с летом, извиняюсь за то, что я уходил с интернета, не делал видосы, но подписчики продолжали карты. Ладно, мы будем об этом, все изменилось, я не играю больше ничего, не увлекаюсь музыкой. Мне пришла гитара, не стану скромничать, она китайская. Конечно, я не уверен, что все хреново, все плохо, все сразу выкидываю с балкона. Но нет, сейчас мы займемся проверкой этой гитары. Так, скальпель, перчаточки, все, все строго. Так, откуда начинать вообще? Ну что, слушаю шутки про суицид? Ряд. Я просто гитару очень долго ждал. Очень долго. И она, как по мне, так очень красивая даже. Боже, что там происходит? Ладно. Спасибо. И ванную развешивку. Так, это мы убираем. Так. Что-то, как-то не так аномалий. Если сравнить с этой. Нет, я не понял, значит. А, чтим мне надо было бы надеть, но ладно, куда-то купить. Так. Вот гитарка. И я могу сказать, что будет чехол прямоугольный. Не такой формы гитары. Что есть, по есть. А что он тут такой, Игорь? А, все понял. Просто гитара чуть пониже, ярусом. Я тут подумал, что она такая. Чехол, так чехол. Надеюсь, меня не обманули. И не тихла, не тихо, по чехол. Но пахнет он очень даже, как сказать. Как с заводом. Как с моты ящик. Ключик даже прилагается. Ну, я думаю, мы сейчас... Нет, мы сейчас будем. Сейчас откроем, посмотрим. Что здесь дать-ка. Ну. Да. А, стоп, погоди. Чехол. Я даун. Пока, да. Вот, кейс. Да. Кармашек. Все. Все четко, все красиво. Я... Ребят, если честно, я не имел ни разу опыта с такими кейсами. И, судя в строку, я сейчас чуть не сломал свой кейс. Все нормально. Ни один кейс не просто не пострадал при всем, как это... Толька. Закрываем. Обратно. Убираем. Я, пожалуй, сюда уберу. Далее. Я сейчас одну в руки и попробую. Да, она тяжелая все еще. Слава богу. И мне пугает этот тонкий слой. Он меня очень даже пугает. Я сейчас... У меня ничего, ребята, извините, конечно. Я сейчас убежу. Три дары просто слились. Чувствую с картушкой, да, спасите, скальпите. Подашь мне еще когда-нибудь. Еще раз. Я думал, судя честно, гитара отправится прямо в этом кейсе. Но ребята, видимо, не решили... Не решились на это. Не решили потратить больше материала. Ну ладно, это их проблемы, это их заботы. Фух. На самом деле, я сейчас не суть всякую хрень. Кстати, на ней даже наклейка стоит. Да, смотрим. Так. Вот. Вот она начинка. Вот он самый сок. То, чего я ждал. Ладно, пускай будет. Я уже вижу гриф. Я уже вижу гриф, ребята. Так. Соняюсь. Объясняю, зачем я надел перчатки. У меня руки очень потеют. И на данный момент я очень волнуюсь. Это значит, что они вообще пипец как потеют. Я хочу показать вам гитару во всей ее красе. Незалапанную, незамызанную. Нормальную. Так. Магнитетинный. Ой, бля! Ребята, это супер. Гитара якобы фирмы ЕКСП. Сейчас вон у нас, ребята. Тут смотрите, они мне прислали. Да, кстати, вот поближе. Пробило, но это ничего страшного. Тут Floyd Rose. Порожек с зажимом. Ну, я вот так, по крайней мере, так называю. Всякие кишки, провода. Вот все, прислали. Даже... Ай. Это... Рычажок. Я думал, они не пришут. Я начал сам искать. Но... Мне прислали, ребята. Вот, честно, молодцы. Мне прислали фоткать на гитаре. Я очень тщательно все требовал. Все... Прям ругал их. Но они оказались молодцами. Я не удержал. Да, мать ваша. Как я дожил. Что я дожил до этого момента просто. Все, снимаем. И прощаем. И я с тобой прощаюсь. Так. Ау. Просто. Перевозвенит, кстати. Не все так плохо, как я думал. Я думал, здесь тоже будет глянц. Но здесь матовый. Кстати, я гитару попросил сделать матовый. Это специальный мой заказ. Надо просто ссать. Прошу прощения. Калки здесь тоже не очень плохие. Тоже наоборот. Гитара приятная на ощупь. Воды здесь, не могу сказать, ровные стоят. Фирменная набивка на двенадцатом ладо ЕСТ. Просто вообще кайф идет. Просто кайф. Даже умного божия. Так, аккуратненько все делаем. Опять же, по моему личному заказу я просил сделать Флойд Роуз и одну крутилку. Кстати, она сейчас очень трудно крутится. Я, кстати, очень удивлен. Что здесь видим? Здесь тоже все полировано до идеала. При монтажении, наверное, приложу фотки, как она выглядела до этого. Но, смотрите, будем сравнивать. Это гитара с прикрученным грифом. Это с вклеенным. Покраска тоже очень хорошая. Разметки тоже очень хорошие. Все очень красиво, все очень идеально. По толщине, о чем мы можем сказать? Они, кстати, очень... Я не знаю, почему. Красивее, красивее. Я уже не знаю, что сказать, ребята. Столны, конечно, натянуты. А мы туда, значит, надо. Флойдик работает, что уже радует. Посмотрим гриф. Гриф сделан ровно, я определяю гитару так, как я умею. Я анализирую ее, я знаю, как и что должно быть. Я уже запутаюсь в своих словах, я волнуюсь, я ее очень выгружаю. Я ее заказал, по-моему, заказываю, они все делали с нуля. Начинаете грифа заканчивая вот этим шедевром. Просто нет слов. Я долго искал этого продавца. Налейте вред также, если кому нужно. Хотя вообще оставлю ссылку на него в описании. Но гитара просто супер. Ну что сказать. Кому надо, ставьте лайк, если хотите тест по звучку. Могу легко устроить. Кстати, я пользуюсь беспроводной системой. Так, старая была 601. У меня, кстати, у многих возникает спор. Уже портили ровно? Нет, не портит. Все нормально. Вот так. Гитара красивая. Все по шикардосу. Единственное, не напрягает то, что здесь местами. Упача. 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 Либо я случайно сапнул, либо что? Но тут царапина уже видна. Или это от тепла просто? Это от тепла, ребята. Это от тепла. Плодик есть, работает, не поврежден. Все четко. Так. Что у нас насчет джеков? Джек 6-ти миллиметровый. Как обычно. Ничего нового. 21 ватт. Ну что ж, ребят. Подошел к концу боксинг-гитары. Я отнес непонятную ересь. Ну ладно. Кому охота, чтобы я выпустил отдельное видео с тестом ее, с звучком, пишите в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки. Кому как удобно. А на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok